Очень хорошая основа. Вот идёт шов. Смотрите, начало шва делайте посильнее, вот так. Точки пересечения швов делайте посильнее. И что у вас сразу с ощущением объёма? Лучше. Вот видите, сила линий не одинаковая по всей длине, она немножко меняется. И это подчёркивает объёмы. Вот так допустим. Я бы на самом деле линейную часть рисунка на этом завершил и решил бы для себя вот какой хитрый вопрос. Где использовать заливку? Во-первых, височная яма. Во-вторых, вот эта часть черепа. При этом, вот здесь все элементы заливаются с одинаковой силой или нет? Сразу понятно. Сразу понятно. При этом, сейчас показываю, как делается заливка. Во-первых, карандаш обязательно должен быть заточен по толстому углу. То есть большой кусочек грифель должен быть свободным. Вот так. Ножечек, заточка у меня есть, если надо, сейчас дам. Нет-нет-нет, это не подойдёт совсем. Угол намного острее должен быть. Так. И после этого, не вот так держите карандаш, как вы работаете, а вот как. Кладёте его почти горизонтально. И вот смотрите, что получается. Обратите внимание, какие-нибудь линии, черточки остаются или не остаются в этом случае? Линии остаются. И где же вы здесь видите линии? А теперь я сделаю вот что, под прямым углом. А теперь в третьем направлении. В интенсивной заливке регулируется, можно ещё вот таким круговым движением после. Регулируется просто количеством проходов по этому участку бумаги. Сильно нажимать не надо вообще ни в коем случае. Не нужно. Аккуратненько, тактичник. Вот. И есть одно обязательное правило. Если заливка подходит к какой-то линии у вас, да? Ни в коем случае не должно быть светлой полосы между заливкой и контуром. Вот здесь аккуратненько, обязательно всё заполнение сделайте. Иначе никакого хорошего эффекта не получится. Интересно? Да. Пробуйте.